Всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я готовлю сенаторский торт. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вместе всё приготовим! Я подготовила отдельно 4 яйца, разделив их на белки и желтки. Сахар, орехи и крахмал. В чашу миксера отправляю белки, которые необходимо взбить в однородную, пушистую, хорошую устойчивую массу. Сахар добавляю постепенно в 2-3 прихода. В это время, пока у меня взбивается белковая масса, я успею подготовить грецкие орехи. Для этого мне понадобится 150 г грецких орехов. Их необходимо очень хорошо порезать ножом. Порезать либо порубить, но ни в коем случае не применяйте ни скалку, ни мясорубку. Из орехов должна получиться вот такая мелкая крошка, именно рубленая или резаная. Добавляю к орехам 2 столовые ложки крахмала. Крахмал я добавляю без горки, обычные столовые ложки. И хорошо это все размешиваю. К орешкам больше добавлять ничего не надо. Эта масса у меня отправится в безе. Тем временем, посмотрите, моя белковая масса очень хорошо взбилась. Получились очень устойчивые плотные пики, такие как надо. Взбивала я массу примерно 7-8 минут. Отправляю теперь сюда орехи вместе с крахмалом. И аккуратно все перемешиваю с помощью ложки. Масса получилась очень воздушная, но при этом плотная. Поэтому я смело перемешиваю и не боюсь, что у меня что-либо осядет. С помощью 2 чайных ложек делаю такие заготовки. Отправляю их на противень. Противень я предварительно простелила пергаментом. И отправляю это все дело в хорошо разогретую духовку при 110 градусах выпекаться на 70-80 минут. Ну и тем временем, пока выпекается у меня безе, мне необходимо подготовить песочное тесто. Для этого мне понадобится мука. В муку я добавляю сливочное масло комнатной температуры. И это сливочное масло необходимо перетереть в мелкую крошку вместе с мукой. Добавляю сюда ванилин, разрыхлитель. Более подробное количество всех ингредиентов я, как обычно, оставлю внизу под видео в инфобоксе. Добавляю сахар. Буквально пол чайной ложки соли. Также сюда отправляю 2 желтка, оставшихся в самом начале. И 2 желтка мне понадобится для крема. Я их уберу в стороночку. Немного сметаны. Сметана у меня 15% жирности, но здесь можно использовать абсолютно любую. И замешиваю мягкое, эластичное песочное тесто. Тесто замешивается очень быстро. Вот такое оно получается мягенькое. Убираю его в пакет и отправляю в холодильник полежать и отдохнуть буквально на 20-30 минут. И пока мое тесто отдыхает, а безе выпекается, я подготовлю крем. В молоко отправляю сахар, 2 оставшихся желтка. И хорошо это всё размешиваю. В отдельную миску наберу небольшое количество молока, чтобы удобнее мне было в нём развести крахмал. Удобнее всего крахмал разводить в небольшом количестве жидкости. Так он лучше всего расходится и не образует такого большого количества крупных комочков, которые необходимо разбить. Ну и потом уже крахмал соединяю с молоком и яйцами. Отправляю это всё на огонь. Добавляю ванилин. И продолжаю помешивать. На этом этапе очень важно не переварить крем. Каким образом я определяю готовность крема? Вот как только появляются вот такие пузырьки, когда масса начинает пыхтеть или бухтеть, как я это называю, всё. Выключаю газ и мой крем готов. Сверху накрываю плёнкой в контакт и оставляю до полного остывания. За это время моё тесто хорошо отдохнуло и отлежалось, что позволит мне с ним удобно и комфортно работать. Я его обомну и разделю на две части, каждую из которых сформирую в пласт. Тесто необходимо раскатать до толщины 0,5 см. Делать я это буду сразу на пергаменте. Так мне гораздо удобнее, чтобы кружки у меня получались ровные, без каких-либо изъянов. Вырезать буду с помощью обычной кухонной крышки. Таким вот образом, чтобы получился обычный круглый корж. Диаметр моего коржа будет примерно 23 см. Излишки и остатки теста я никуда не убираю. Буду выпекать это всё вместе. Они мне пригодятся потом, в самом конце. Переношу таким образом свой корж на противень. И отправляю в хорошо разогретую духовку при 180 градусах выпекаться до румяного, золотистого, красивого цвета. За всё это время моё безе хорошо просохло. Простояло оно в духовке у меня ровно 80 минут. Здесь всё зависит от особенностей каждой духовки. У кого-то это может занимать больше времени, у кого-то меньше. Здесь я отколола небольшой кусочек, чтобы показать, какое количество орехов в нём присутствует и насколько оно сухое. В общем, безе получилось как надо. Осталось подготовить крем и собрать торт. Для этого я в чашу миксера отправляю сливочное масло. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Взбивать его необходимо до хорошего белого цвета. Добавляю постепенно, ложку за ложкой, свой заварной крем. Заварной крем должен быть комнатной температуры. Он не должен быть ни горячим, ни сильно холодным, а такой средний. Ну и вот такой в итоге должен получиться крем. Чем-то напоминает густую сметану. По консистенции примерно вот такой. Ну и теперь осталось собрать торт. У меня здесь уже испеклись два коржа и испеклись мои остатки, которые я пущу на крошку. Нижний корж очень хорошо прослаиваю кремом. Крема я не жалею, у меня его достаточное количество. Поэтому могу позволить хорошо прослоить этот торт. Укладываю безе. Безе стараюсь укладывать плотно друг к другу. При сборке торта желательно, чтобы кусочки прилегали плотно друг к другу. Поэтому пустоты я заполняю тоже мелкими кусочками безе. Вот таким образом. Сверху это всё хорошо промазываю опять же кремом. И поверху же крема буду укладывать второй корж. Таким образом будет у меня происходить вся сборка торта. Всего он будет состоять из двух коржей песочного теста и два слоя безе. Прослоенное всё это кремом. Ну а всё по аналогии первого слоя. Сборка торта практически закончилась. Смазываю хорошо поверхность торта остатками крема. Крем распределяю весь, чтобы ничего у меня не осталось. Я смазываю при этом и боковые части, бортики так называемые. И буду украшать. В качестве украшения я использую сыпучую крошку, которая осталась от двух коржей. И несколько штук разломанных безе. Здесь ничего лишнего больше добавлять не надо. Ну и вот такой вот красивый получился у меня высокий торт. Дам ему хорошо постоять как минимум 6-8 часов. И далее уже покажу, какой он у меня внутри. Любую выпечку я всегда оставляю на ночь. Даю ему хорошо постоять и пропитаться. Этот торт не является исключением. Посмотрите, какой он интересный в разрезе. Видео не передаёт высоты этого торта. На самом деле он очень высокий. Высота его больше 10 см. Это точно однозначно. Но и вкус этого торта очень сложно передать с помощью видео. Поверьте, он получается очень и очень вкусный. Во-первых, лёгкое безе. Во-вторых, не сильно сложное здесь тесто, которого очень мало. И плюс очень вкусный крем, который очень хорошо сочетается со всеми этими продуктами. Рада буду, если вам пригодился этот рецепт. И вы им обязательно воспользуетесь. Ну а я буду с вами прощаться. И говорю спасибо всем, кто был со мной. Всем желаю приятного аппетита. Всего хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok